Всем привет, друзья! Сегодня у нас на обзоре самые дешевые умные часы, которые я только встречал на Алиэкспресс. Эту модель я встречал под названиями D13 и 116+. То есть разные названия вы можете встретить на Алиэкспресс. Ну вот, выглядят они примерно вот так, как на этой коробке. В комплекте, соответственно, идет данная коробка, инструкция, сами часы. На инструкции здесь вот напечатан QR-код, отсканировав который, телефон нам предложит скачать приложение для данных часов. В этом обзоре мы обязательно скачаем данное приложение и также его проверим. Сами часы и браслет для них. Часы идут вот с такой вот необычной зарядкой. Впервые встречаю штекер такого формата для зарядки. Вот так вот они выглядят. Здесь датчик измерения, он зеленым цветом горит. Это я вам немножко позднее покажу. Так, отклеим вот данную наклейку. Вот у нас идет резиновый ремешок. То есть ремешок из резины. И сам корпус часов, он пластиковый. Ну и вот давайте я вам сразу покажу, как ставить данные часы на зарядку. Вот у меня идет блок питания от телефона. Так, и вот ставим мы вот таким образом. Вот зарядка у нас пошла. Примерное время зарядки, вот как указано на коробке, около двух часов. Вот здесь вот идут некоторые характеристики. То есть это характеристики дисплея. Диагональ разрешения Bluetooth 4.0. Вот также здесь указан вес 27 грамм. Емкость батареи 150 миллиампер. Также вот указаны цвета ремешков, с которыми можно данные часы приобрести. Также для всех желающих, то есть кому эти часики понравятся, я оставляю ссылки под этим видео. На данные часы с хорошей ценой сможете пройти по данной ссылочке и сделать заказ. Также, ребята, хотелось бы добавить, что на моем канале много разных обзоров на смарт-часы. Вот, допустим, выпускал недавно обзор на умные часы Hi-Low LS01 и умные часы R16. Но эти часы более дорогостоящие. Также на моем канале сможете посмотреть данные обзоры. И также я прошу вас подписаться на мой канал. У меня будет еще много разных обзоров. Давайте рассмотрим меню данных часов. Управляются они при помощи вот данной сенсорной кнопки. Нажимаем на кнопочку. Загорается у нас подсветка. И вот мы видим здесь разную информацию. Сверху идет батарейка, дата, количество шагов, день недели, ну и также время. Одно нажатие у нас загорается подсветка. Мы можем смотреть вот данную информацию с дисплея. Если мы делаем несколько нажатий, таким образом мы пролистываем меню. Вот здесь информация по нашим шагам. Здесь это сердцебиение. Также уровень кислорода в крови. Если мы будем удерживать сенсорную кнопку, часы у нас начнут измерение. Вот здесь горит зеленый датчик, как я вам говорил. Так, сейчас попробуем сделать измерение на руке. Зажимаю сенсорную кнопку. Все, измерение у нас запущено. Мы посмотрим, что покажут у нас часы. Так, ну и вот вы можете видеть. BPM 70. Уровень кислорода 95. И также еще давление здесь показывает 125 на 73. Но это, конечно же, не медицинский прибор. Я думаю, эти часы меряются погрешностью. То есть для серьезных целей такие часы не годятся. Идем дальше. Это у нас идет измерение спортивных показателей. Делаем длинное нажатие. Это шаги. Скакалка. Ну и также пресс, как я понимаю. Если мы зайдем в любую из этих вкладок, здесь идет только подсчет калорий. Вот, допустим, я зашел в скакалку и часы у нас считают калории. Больше каких других показателей здесь нет. Идем дальше. Это у нас сообщение. Также вот настройки Моры. Посмотрим. Так, это у нас QR-код для скачивания приложения. Перезагрузка часов. Также версия прошивки. Управление камерой. Поиск телефона. Скажу вам так, что здесь вот эта вот кнопочка сенсорная имеет не очень-то хороший отклик. То есть иногда приходится нажимать по несколько раз. Но лучше всего делать вот такие более длительные нажатия. То есть прижали палец и происходит переключение. Если вы нажимаете как-то неуверенно, то, то есть или рядом вот с этой кнопочкой, то переключение может не произойти. Давайте я покажу вам, как прикрепить ремешок. Прикрепляется он очень просто. Вот у нас идет первая часть. И вот вторая. Дальше мы надеваем часы на руку. Вот такая вот здесь идет вот застежка. Для моей достаточно тонкой руки я использую вот четвертое отверстие. То есть данные часы можно надеть и на более тонкую руку, и на более широкую соответственно. Вот так вот все это надевается. Ну и все. Теперь часы можно носить. Нажимаем на данную кнопочку и смотрим время. Сам ремешок достаточно уверенно держится. Я думаю, корпус часов у вас не слетит. Вот давайте попробуем его потянуть. Вот я тяну. В принципе, корпус он не слетает. Покажу вам размеры корпуса. Его ширина 35,9 мм. Длина 43,3 мм. Толщина 13,5 мм. Вот такие размеры часов. Ну, я бы сказал, такой средний размер для смарт-часов. То есть бывают часы больше, а бывают немножко меньше. Дальше мы скачаем приложение и посмотрим, какие возможности оно дает. Вот запускаем сканер на телефоне. Так, воспользуемся меню в часах. Здесь есть QR-код. Наводим. Все, QR-код отсканирован. Переходим на сайт. Так, ну и приложение доступно для iOS и доступно для Android. Мне нужно для Android. И это приложение, получается, есть в Google Play. Вот написано Google Play Download. Вот, вы также можете найти просто, не сканируя QR-код с часов. Можете найти это приложение просто в Google Play. Fit Pro. Рейтинг 3,2 на данный момент. Нажали скачать. Идет установка приложения. Вот оно отобразилось у меня в меню телефона. Fit Pro. Зеленый значок. Здесь нам нужно ввести почту и пароль. Итак, давайте немного разберем приложение и посмотрим, для чего же это приложение нужно. Но, в первую очередь, оно нужно для того, чтобы синхронизировать время. Вот, вы видите, на часах сейчас 12.00. На телефоне точное время 10.35. И нам нужно, чтобы время на часах и на телефоне синхронизировалось. Я покажу вам, как произвести подключение телефона к часам. Вот, мы зашли здесь во вторую вкладку «Установить». И нам нужно нажать вот на эту зеленую полосочку. «Свяжите устройство». Происходит сканирование. И вот, телефон уже нашел часы. ЛХ-719 у меня они называются. Происходит подключение. Так, ну все, вот подключение произошло. Вот, вы видите, здесь вот отображаются часы. Для синхронизации времени нам нужно вот эти вот стрелочки нажать. Синхронизация произошла. Смотрим на часы. 10.37. На телефоне тоже 10.37. Все, время мы настроили. Есть здесь вот такая вот кнопочка «Найти». Если мы ее нажимаем, вот вы видите, срабатывают часы и срабатывает вибрация. Таким образом, часы нам подают сигнал. Если мы их затеряли, мы сможем их услышать и, соответственно, найти. И то же самое можно сделать в обратную сторону. То есть, если часы у вас на руке, телефон затерялся, вы просто выбираете вот эту вот функцию в меню, делаете длинное нажатие. Все. Телефон также срабатывает. И написано «Браслет ищет мобильный телефон». Итак, нашел здесь еще такую интересную функцию. Это вот эта вот желтая кнопочка. Заходим сюда. Это датчик движения руки. То есть, вот вы включаете. И дальше на часах у вас появляется такая функция. Когда вам нужно посмотреть время, вы делаете поворот руки. Вот. И подсветка у нас загорается. Вы смотрите время. И подсветка через некоторое время также сама тухнет. То есть, это очень удобно. Вот. Опять же, вам показываю. Можно в приложении здесь сделать дистанционный снимок. Также сделать сброс устройства. И сделать удаление. То есть, отключить часы при помощи данной кнопки. Следующая вкладочка у нас «Бег». И здесь происходит отслеживание наших спортивных занятий. Это прогулка, бег, велосипед. Так. Ну и четвертая вкладка. Здесь можно задать различную информацию. То есть, вот, допустим, открываем профиль пользователя. И здесь вводим ваши данные. То есть, это пол, возраст, рост, вес и так далее. Ну и также здесь можно задать цель. Количество шагов на каждый день. То есть, вот вы выбираете, допустим, 8000 шагов. Ну что, ребята, подведем итог по данным часам. Как я уже говорил, эти часы бюджетные. То есть, стоят они недорого. Как правило, их цена до 500 рублей. Ссылочку на заказ я вам оставил под этим видео. Кому часики понравились, можно пройти и сделать заказ. Ну, имейте в виду то, что эти часы, это цена-качество. Ну, как минимум, на них можно смотреть время. Они довольно-таки неплохо смотрятся. Есть также на них некоторые функции, которые я вам показывал в этом обзоре. Ну, чего-то грандиозного, конечно, от этих часов ждать не стоит. Вот такой вот обзор получился. Ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Смотрите другие мои видео на товары из Китая. На умные часы и не только. Желаю вам всего наилучшего.